Солнце только что скрылось, еще светло, но в жарком меркнущем воздухе, в синеватой неопределенности неба, над кипарисами алубки уже реют и дрожат, чуть видны, как паутина летучей мыши. Закрывая на ходу плоский цветной зонтик, которым она все вертела на плече, спускается по пыльному переулку к пансиону женщина, быстро входит в жидкий садик, усыпанный галькой, и сбегает на террасу, где доктор один полулежит на качалке в ожидании обеда. В пансионе еще пусто, кто в парке, кто на берегу под парком, кто встречает вечерний почтовый дилижанс из Ялты. — Слышал? — возбужденно говорит она, входя. — В Ялту приехали артисты малого театра. — Не играть, конечно, а так. Чуть не вся труппа. Лешковская с Южиным. — Кого же я мог это слышать? Ты, конечно, как всегда почему-то бегала встречать дилижанс? — спрашивает доктор. — Да, встретила доктора Никитина, его вызвали к старухе Крестовниковой, он мне и рассказал это. — Очень рад, — соглашается доктор. — Только не понимаю, почему ты объявляешь мне об этом приезде так, как будто случилось невесть что? Вбегаешь вне себя, вся красная, в поту завитушки на обу растрепаны. — Будешь тут вне себя, — перебивает женщина доктора, — когда в этой милой Алубке день и ночь задыхаешься от жары и духоты. Но дело вовсе не в моей наружности, а в том, что я хотела тебе сказать, что ты как хочешь, а я больше не могу здесь сидеть. — А где ты хочешь сидеть? — удивленно приподнимается доктор. — В Ялте? — Да, хотя бы в Ялте. — И все потому, что туда приехали и артисты малого театра? — Да ты что, из чухла мышь, что ли? И почему ты вдруг стала такой театралкой? — В Москве бываешь в этом малом театре раз в два года, а тут вдруг так поражена этим приездом. — Ничем я не поражена, но как ты, наконец, не понимаешь? — чего не понимаешь, — спрашивает доктор. — То, что мне твоя Алубка и этот семейный пансион осточертели. — В Ялте? — в Ялте, — перебивает ее доктор, — разумеется, совсем не то. — В Ялте проводники, набережная, а теперь еще хромая Лешковская с Южным. — Какое же сравнение? — Но мы, мой друг, приехали в Крым не ради проводников, а ради отдыха. — Мы, мы! — слышать не могу этого мы, — восклицает женщина. — Мы ведь все-таки не сиамские близнецы, Алексей Николаевич. Доктор приподнимается и садится, удивленно глядя на нее, в первый раз заметив вдруг, до чего она изменилась за последнее время и особенно за эти три недели в Крыму. Чуть не с утра до вечера лежа на гальке у моря под парком и по пяти раз в день купаясь. Загорелое лицо окрепло, округлилось, глаза налились блеском, плечи, груди, бедра расширились, что особенно явно под легким платьем из сорпинки. Вся горячо пахнет этой сорпинкой и загорелым телом. Обнаженные коричневые круглые руки точно отполированы. Доктор пожимает плечами, стараясь быть спокойным и строгим. Причем тут сиамские близнецы? При том, что я прекрасно предвидела всю эту сцену и дорогой твердо решила переехать одна, если ты не переедешь. И перееду, а ты как знаешь. — Постой, — удивился доктор, — да ты в своем уме. — Что с тобой? Внезапное острое помешательство. Приехали артисты малого театра, переезжаю в Ялту, а ты как знаешь. — Разумеется, как знаешь, раз ты. — Что я? — переспросил ее доктор. — Раз ты вот настолько не думаешь обо мне. Ты за все пять лет нашего милого супружества, которое все величают идеальным, — помилуй бог, — остановил ее доктор. — Какая адская ирония. — Да, для тебя оно, разумеется, идеальное, — продолжила женщина. — Сиди себе в кабинете, раздевай своих несчастных идиотов, вздохните, не дышите, вздохните, не дышите, а я? И вот опять Мерзляковский переулок, и опять ты будешь месяца два рассказывать всем знакомым, как чудно отдохнули мы летом. В прошлом году расписывал Волгу, в позапрошлом Евпаторию, а в нынешнем будешь расписывать Алубку. Довольно с меня этих отдыхов. — Да ты что, сбежать от меня решила? — громко спросил доктор. — Я ничего не решила. Только я больше не могу. Не могу и все. — Это прекрасно, — кивнул он. — Но, во-первых, надо решить, куда именно, с кем и с чем бежать. А во-вторых, все-таки не надо кричать на весь дом. Хочу и кричу, и буду кричать, нарочно буду. В их комнате на втором этаже, очень тесная от двух кроватей, двух кресел, гардероба со скрипучими рассохшимися дверками, умывальника и чемоданов под вешалкой, воздух горячий неподвижен. В окно открытое, на совсем уже померкшее небо, нет ни малейшего дуновения. Вбежав туда, она падает в кресло, на спинку которого брошен купальный халат. Еще не высохший, противно пахнущий теплой сыростью и избьющимся сердцем, зло и решительно, она смотрит перед собой, не выпуская из рук зонтика. Субтитры создавал DimaTorzok